Мы говорим сейчас о психических трудностях. Есть физические болезни, а есть психические трудности. Это тоже как болезни. Ну то есть человек из-за них страдания испытывает. И все эти трудности означают просто объем работы и означают недостаточное получение энергии от человеческой энергии, от человечества. Потому что Бог живет в природе, в людях и в храме или в священных писаниях, ну то есть в вере. Понимаете, Бог живет в людях, и его жизнь в людях дает человеку что? Все виды успеха. И если человек чувствует Бога в людях, в разных направлениях их жизни, то во всех направлениях он будет иметь успех. Есть любимый город, есть страна, есть старшие, есть младшие, есть правительство. Есть подчиненные. Когда человек ненавидит, сплетни слушает, он не получит никакого счастья. Ни от старших, ни от младших, ни от жены, ни от города. Ненавидит город. Здесь все экология загрязнена, все плохо, здесь ужасный город, невозможно жить. Али Геннадьевич, точно так и есть? Не сомневайтесь в этом? А другой скажет то, что песня написана. И он не будет думать об экологии, он не будет думать о том, сколько заводов там, какая плотность населения, насколько здесь бедно или богато жить. Он не будет об этом думать. И этот человек получит от этого города все самое лучшее. Потому что в священных писаниях написано, что есть всего два типа мышления. И они могут, человек, бесконечно объединяться по-разному. Один тип мышления всегда приносит человеку только победу и счастье, а второй – только поражение. Первый тип мышления называется вера, а второй – безверие. И эти два типа мышления у насекомых сравнивают с мухой и пчелой. Пчела, она вообще даже не хочет замечать плохое. Она летит только на нектар и пыльцу, то есть на любовь внутри растения. У растения любовь превращается в нектар и пыльцу. Пчела собирает все это и полетит в улей. Она всегда это отдает другим пчелам. А когда она устает, она начинает кушать этот же нектар и пыльцу, там в улей. И облепляет, вся как бы облипает этим всем. Он же липкий, счастье прилипает быстро. Другие пчелы ее облизывают, там, и она потом летит дальше. И так пчела живет, и она даже не замечает, как она уходит из этого мира. То есть она постоянно целена на счастье. Это прогрессивная форма жизни насекомых. Но есть еще мухи. Мухи, они всегда видят все самое плохое и всегда очень сильно мешают быть счастливым. Вот если я, допустим, читаю молитву, и в комнате есть хотя бы одна муха, она обязательно будет мешать мне молиться. И будет садиться туда, именно, где я воспряму это. Ну, то есть, допустим, по одежде она не будет ползать, она будет ползать по носу или по щеке обязательно для того, чтобы меня отвлечь от молитвы. Я сначала думал, может быть, она просто вот такая неудачливая, что она вот так себя ведет. Ну, просто от глупости. И я разок сильно муха мешала. Вам рассказывать эту историю, нет? Разок сильно муха мешала мне молиться. И я начал вот ее мозги, начал в молитве пытаться понять ее мозги, как она вот мыслит. И я увидел в ней сильную такую зависть, вот что кто-то счастлив. Очень такая. Она как будто вся из этой зависти соткана. Зависть это такой, знаете, как бы вид неудовлетворенности такой. И я думаю, Господи, несчастная, она всю жизнь так живет. Надо хоть немножко счастья принести этой мухе. И я начал за Богу молиться за это. Ведь у нее мозги маленькие, но столько там этой грязи, как бы глупости внутри. Я молился, молился, молился. Какое-то время потратил. И вдруг я чувствую, что я пробил эту ситуацию у нее. Ей спокойно стало. Ну, первую стадию прошел этот спокойствие. И начал переходить на вторую. И в этот момент муха, она перестала меня мучить. Потом, когда я на вторую пошел, она села напротив меня. Вот представьте, смотрите, что произошло. Это для меня было просто чудо. Она села напротив меня, эта муха. Она, направив свой взгляд на меня, села на задние лапки, вот так вот. И всю молитву сидела и слушала, как я молюсь. Я был в шоке просто. Какое-то вообще насекомое. И так себя ведет. Потом, когда я окончил молитву, она улетела. На следующий день, когда я сел молиться на это же место, не прошло и нескольких минут, она прилетела опять. И села, и полностью все это время она сидела и слушала. Если даже муха с помощью молитвы способна что-то понять, неужели вы думаете, что ваш мужик не поймет? Он же не муха, понимаете? Он человек. Человек это звучит гордо. Поэтому ни в чем не сомневайтесь. Бог, наверное, специально мне показал этот случай, чтобы я вас убеждал в ваших близких. Я вам точно говорю, что у него мозги лучше, чем у мухи. У вашего мужа. Или у вашей жены. Или у вашего сына. Поэтому просто смело проходите этот путь. Проходите смело этот путь. Не бойтесь. Работы над собой не бойтесь. Потому что судьба всегда, когда человек вступает в работу над собой, она всегда ему шепчет в ухо, у тебя ничего не получится. Это безнадежная ситуация. Оставь эту ситуацию, ты не можешь. Ты не можешь встать рано с постели, ты хочешь спать. Ты не можешь не поесть, жри. Ты не можешь не смотреть этот дефектив, смотри. А вы попытаетесь побеждать судьбу. Думайте о Боге, думайте о молитве, включайте духовную музыку, духовные песни. Они так привлекательны. Но чтобы их слушать, нужно сначала над собой усилия свершить. Только первое усилие. И всегда это первое усилие называется путь к жизни от смерти. Вот смотрите, в человеке есть желание умереть. Когда вы хотите подольше поспать, это желание умереть. Когда вы хотите попозже лечь спать, это желание умереть. Когда вы хотите обожраться на ночь, желание умереть. Когда вы хотите бросить жену, желание умереть. Когда вы хотите побить ребенка от злости, желание умереть. Когда вы хотите поругаться с другом, желание умереть. Когда вы хотите наплевать на страну и на правительство, желание умереть. Когда вы хотите наплевать на все, это желание умереть. А когда вы хотите победить это все, это желание жить. Продолжение следует...